Хорошо. В формате PDF вы можете его скачать и потом в свободное время посмотреть. А сейчас, прежде чем мы начнем, пожалуйста, нажмите на огонь. Те, кто уже работал с интерактивной доской Nero, я посмотрю, как много людей уже знакомых с возможностями. Так, отлично. Тогда для того, чтобы было понятно, как работать в этом режиме, вебинарная комната поддерживает встроенные доски Nero. То есть сейчас вы слева от чата видите прямо интерфейс доски Nero. Вы можете перейти на него, подвигать доску курсором. А для того, чтобы следить, на каком этапе, на каком слайде мы сейчас находимся, и о чем я сейчас говорю, вам нужно нажать на мой аватар. Он находится на верхней панели. Да, я вижу, вот уже присоединяются. Люди, можете нажать на мой аватар для того, чтобы следить. Я ближе к концу вебинара дам доступ не только на просмотр доски Nero, но и на взаимодействие с ней. Пока еще не работала на доске более чем со ста людьми, поэтому самое интересное – посмотреть, как поведет себя в таких условиях доска. Да, с телефона, к сожалению, вебинару, вот сама вебинарная комната, не дает возможности посмотреть на доску, и тем более не дает возможности с ней повзаимодействовать. Поэтому вот только голосом можете скачать презентацию и параллельно ее просматривать. В принципе, там то же самое, только примеров в презентации побольше, а в Nero их будет поменьше, зато они будут все интерактивными. Итак, интерактивная доска Nero не нужно никуда переходить, а вот просто в окне слева весь интерфейс сразу доступен. То есть переходить ни по какой ссылке не нужно, вы просто вот сейчас в левом окне видите весь тот же функционал, и если вы нажмете на мой аватар, вы будете видеть моими глазами то, что я делаю на доске прямо сейчас. Да, будет, я думаю, много технических вопросов, но мы потихоньку с ними разберемся. Все-таки Nero – это не то, что можно взять с наскока, а 3-4 подхода, и вы тоже будете чувствовать себя на нем уверенно. Сам по себе сервис представляет бесконечную доску, на которой можно разместить совершенно разные объекты. Мой аватар вот в левом пространстве на верхней панели, то есть вверху, справа вы видите аватарки в кругу, и в том числе моя стоит первая. Она, по-моему, выделена желтой рамкой, можете на нее кликнуть. Я еще могу сделать, попробовать вот так вот, чтобы переместить всех на доску. Так, не видно аватаров. Сейчас немножко тогда поменяю параметры доступа. Так, я поменяла режим доступа так, что все могут доску видеть и, наверное, даже все могут ее комментировать. Проверьте еще раз. Нужно завести курсор на левое пространство, на интерактивную доску в МИРО. И сверху, справа, должны появиться аватары, кнопка Share поделиться и много-много других сервисных кнопок. Вы можете перемещать пространство самостоятельно, просто двигать доску. Елена Андреевна, с мобильного телефона это не видно. Инструменты могут быть скрыты сбоку, сверху. Я покажу потом, как ими пользоваться. Сейчас главное, чтобы вы могли двигать доску, просто беря ее за свободное пространство и перетаскивая влево или вправо. Аватары находятся на самой доске МИРО, а не на вебинарной комнате. Находятся на верхней панели. Так, я даже немножко не знаю, как вам показать. Да, с компьютера все работает. Да, я включила режим только комментариев, да. Совершенно верно. У меня показано, что на доске сейчас находится 10 человек. Да, возможно, не все видно в Firefox. Тогда давайте просто двигать доску. Я сейчас включила режим доступа так, что все, кто на доске, перемещаются ко мне. Так, чтобы вы все перелетели на то пространство, где я сейчас нахожусь. Еще раз попробую. Вот, сейчас должно быть видно. Перед вами слайд, на котором написана бесконечная доска, на которой можно размещать различные объекты. А МИРО сразу подсказывает, что почти 90 человек уже должны находиться и видеть это пространство. Замечательно. Сейчас потихоньку-полегоньку мы с вами разберемся. Основные возможности, которые есть на этой доске, да. Самое главное, это, конечно, то, что пространство бесконечно. И вы можете практически в любом месте, практически ничем не ограничено, размещать самые разные объекты. В МИРО есть возможность, вот я добавляю сразу на слайд, оставлять комментарии. Вы можете в любом месте оставить комментарии и написать свой текст в них. Я оставила сейчас комментарий на доске. Вы можете кликнуть на него, открыть, посмотреть и написать свой ответ на этот комментарий. У него можно поменять цвет. Я вот меняю черный, синий, да. Можно менять цвета, можно упоминать людей. Замечательно. Пробуйте и экспериментируйте. Участники с правами на редактирование, то есть те, у кого есть доступ еще и редактора, а не только комментатора, могут также писать тексты. То есть есть инструмент для того, чтобы написать какой-то текст. Если у вас есть права на редактирование, то под двойной клик на любой элемент позволяет его редактировать и добавлять что-то новое. Так, мой любимый инструмент, с которым я работаю, насчет платности и бесплатности немного позже скажу. Это стикеры. Вот такие вот липкие листочки, которые можно размещать на свободном пространстве. Стикеры легко перетаскивать. Они удобно меняют размер. Их можно перекрашивать. Мы работаем на доске в режиме просмотром. Сейчас Миро работает в режиме презентации. Я просто вам показываю, какие есть инструменты, какие есть функции в самом Миро. Вы можете следить моими глазами, да, еще какой-то мой аватар, или просто я переношу вас за собой. Я показываю, какие здесь есть инструменты, с чем вы можете здесь работать. Нас очень много человек, то есть больше ста человек, поэтому доступ на редактирование я дам в конце вебинара, чтобы вы могли и попробовать эти возможности, и в то же время, если у нас, мы неожиданно обрушим сервера Миро, чтобы наш вебинар все равно был полезен и большую часть информации вы уже получили. Еще на доску можно добавлять различные фигуры. Набор фигур ограниченный, но тем не менее можно нарисовать какие-то объекты, поменять цвета, написать текст внутри них. Или есть инструмент рисования, с помощью которого тоже можно добавлять либо какие-то рисунки, либо какие-то навыки. И я знаю, что люди, у которых есть графический планшет, они даже на этой доске пробуют рисовать. Так, я иду ниже. Как раз вопрос про платный и бесплатный сервис. Как у большинства современных сервисов, у Миро есть два режима. Это режим бесплатный с ограниченным количеством функций и платный режим. Причем платных режимов очень много, и они очень разнообразны. Если вы подключаете себе Миру в бесплатном режиме, то вы получаете три доски. Доски сами по себе бесконечны, но их количество всего лишь три. Стикеры будут в левой вертикальной панели. Про инструменты я потом позже расскажу отдельно. Стикеры можно добавлять, если есть права на редактирование. Сейчас у вас у всех права только на комментирование и на просмотр. Итак, три доски. Вы можете приглашать участников, то есть вы можете приглашать других людей, зарегистрированных в Миро, или зарегистрироваться в Миро, и вместе с вами работать на доске. Количество людей, которые вы приглашаете, не ограничено, но они должны быть зарегистрированы в сервисе Миро. Вам доступны все основные инструменты для работы, то есть и те же и стикеры, и фигуры, и комментарии, и рисования, а также доступны шаблоны и расширения. Шаблоны – это те уже готовые доски, которые представлены либо в разделе «Шаблоны», либо на отдельном сайте, где собираются именно самые-самые интересные шаблоны, симпатичные варианты. Пример работы с шаблонами я тоже покажу немного позже. То есть вы можете уже взять кем-то созданную доску, либо очень красивую, либо подходящую для ваших задач, а также вы можете к доске подключить расширение. Расширение официальное. Например, это может быть синхронизация с вашими Google-документами, или это может быть синхронизация с календарем или с какой-нибудь системой работы с проектами. Расширений тоже много. Периодически добавляются новые, и с их помощью можно здорово расширить функционал. Часть таких расширений доступна только в платной версии. Есть возможность бесплатного доступа к расширенным функциям для педагогов. То есть вы имеете в виду, что для образовательных учреждений бесплатная лицензия. Для этого нужно связываться. Как я знаю, да, есть возможность подключить платную версию для педагогов. Канва нет, совершенно не похожа. Это совершенно разные вещи. Канва предназначена для графического дизайна, Миро предназначен для совместной работы. Идем ниже. И вот отличие платной версии. В платной версии количество досок не ограничено. Вы можете предоставить доступ к доске просто по ссылке, то есть человеку не обязательно регистрироваться на сервисе. Среди инструментов появляются голосования, таймеры и несколько других настроек, а также шаблоны для работы вы сможете создавать самостоятельно. Так, я что-то нажала, и не вижу, что вы показываете. А теперь... Да, Ирина, на Padlet похоже. У Миро несколько разных платных тарифов с разными настройками. Начиная от полностью безлимитной, более дорогой версии, и заканчивая тарифом, который больше подходит для педагогов, он называется тариф-консультант. У вас неограниченное количество досок, но вы единственный их владелец, и вы не можете приглашать в команду бесплатных участников. То есть доску вы можете кому угодно показывать, с каким количеством угодно человек работает на доске, но владелец у доски всегда будет один, это вы. Так. Доски можно организовать разным способом. Ася, мы работаем в Миро, весь интерфейс Миро доступен прямо в окне вебинара, никуда отдельно переходить не нужно. Чтобы в Миро организовать ваше рабочее педагогическое пространство или просто какую-то творческую зону, вы как раз и работаете с досками и с отдельными на них элементами. Организовать вашу работу можно разными способами. Я все из них перепробовала, и могу сказать, какие более удобны, какие менее удобны. Первый вариант – это каждая доска, отдельное пособие. Ольга, в окне вебинара если вы зашли с мобильного, то не видно. Миро вот такое встроенное работает только с компьютера, с доступной версии. Вы можете скачать презентацию и параллельно вместе с нами ее просматривать. Тогда попробуйте либо перезагрузить, либо сменить браузер. Так. Первый вариант организации досок Миро – это когда каждая доска выступает как отдельное интерактивное пособие. Условно говоря, одна доска для географии, другая для истории, или одна доска для такого ученика, другая доска для другого ученика. То есть каждая доска выступает как отдельное интерактивное пособие. Это, возможно, в платной версии, то есть подходит для этого платная версия, потому что бесплатно у вас только три доски, этого недостаточно. Но в этом случае вы тратите вот эту бесконечную доску для организации, в принципе, вполне небольшого участка работы. Если вы для каждого ученика или для каждого предмета или для каждого случая выделяете отдельную доску, то вы фактически тратите только небольшую часть пространства доски Миро. Пространство расходуется не очень рационально. С планшета будет работать, если вы зашли с браузера по прямой ссылке на вебинар. Если вы зашли через приложение на планшете, то работать не будет. Администрация вебинара узнает об этой проблеме, но пока они ее решить не могут. Доска как пособие. Вот пишут комментарии на доске. Все доски видны потом. Да, то есть у вас есть три доски, вы на них создаете пособие, все они видны потом, доступ вы можете дать по ссылке. Если у вас платный тариф, можете там 100 досок дать досок, и все 100 досок будут видны потом. Эта доска потом видна не будет. После вебинара доступ, вот вместе с закрытием вебинарной комнаты, доступ к ней закрывается. То есть вот именно в системе Webinar.ru мы можем работать только во время вебинара. Дальше, чтобы зайти на доску, нужна ссылка. Знаю, что некоторые репетиторы готовят учеников КИГ весь год с использованием МИРО, английские истории. Да, в этом случае каждая доска привязывается к отдельному ученику. Вот так это может выглядеть. Рабочее пространство для педагогов. И здесь собрано несколько разных досок как раз для проведения вебинара. И доска, на которой мы работаем с вами сейчас, с лисичкой, называется «Делимся с коллегами». Так, как ограничить доступ студентам? Давайте мы этот вопрос немного позже. Я его сейчас сохраню себе. Отвечу на него попозже, когда будем разбираться с инструментами. Для преподавателей, да, отдельный тариф. Ну, обычно я выбираю вариант с консультантом. Считаю, что это один из самых удобных вариантов. Итак, когда платный тариф, количество досок не ограничено, и можно создавать, например, для каждого вебинара отдельную доску. Следующий, второй вариант организации рабочего пространства – это создание коллекции активностей, которые вы добавляете на доски. То есть коллекция упражнений, коллекция тестов, из которых вы уже индивидуально, каждый раз собираете нужное рабочее вам пособие. Этот вариант тоже подходит больше всего для владельцев платных версий. Я не знаю, сколько сейчас, Миро стоит для преподавателей. У нас у самих немного нестандартный тариф с организацией команды, а не с работой одного человека. Вот так вот выглядит вариант с активностями. В среде шаблонов собраны все те упражнения, с которыми мы работаем. И когда я делаю новую доску, я могу просто добавить на нее те блоки, которые я сохранила заранее. Вот это вот сохранение шаблонов, которые мы сделали сами, возможно только в платной версии. В бесплатной версии вы шаблоны сохранить свои не можете. Другой вариант, что вы можете взять одну доску, закидать на нее все-все-все шаблоны, все упражнения, которые вам нужны, и потом из нее просто копировать и вставлять на нужное вам рабочее пространство. Вот сейчас в качестве примера это один из тренингов, как раз то, с чем мы работаем в вебинарной комнате, в сокращенном виде, но тем не менее его можно посмотреть. Вы можете сейчас либо колесиком мышки увеличить масштаб, либо в правом нижнем углу МИРО есть цифры процентов, у меня сейчас есть 35%, можно навести мышку и увеличить или уменьшить масштаб. Те, кто следят за мной, могут сейчас видеть, я увеличиваю масштаб, показываю отдельные элементы, как раз пространство для работы со стикерами, выше пространство для работы с отдельными карточками, во время вебинара как раз мы с участниками на этой доске проходим и какие-то упражнения выполняем. То есть это как раз именно интерактивное пособие, в конце которого есть еще и файл для того, чтобы его можно было скачать и поработать с ним самостоятельно. Да, это одно из самых больших достоинств МИРО, то, что на него можно загружать и прикреплять файлы. А если, например, МИРО синхронизирован с вашими Гугл-документами, то Гугл-документы можно редактировать прямо из окна МИРО. Можно, но не очень удобно. Небольшой мой комментарий. Итак, три варианта организации рабочего пространства. Много досок, на каждой отдельное пособие. Доступно в платной версии. Несколько досок и сохраненная коллекция шаблонов. Каждый раз вы можете индивидуально подобрать задания для ученика или для предмета. И бесплатный вариант. Когда вы в одну доску собираете коллекцию контента, а на две вторые вы просто копируете нужные упражнения, в зависимости от того, какой у вас урок, какой ученик, какое задание. Так, я надеюсь, у всех, все хорошо, все следят. Технических вопросов нет. Сейчас я покажу вам таблицу, которая составляла вот для своих целей. Это таблица активности в МИРО. Она составлена с учетом таксиномии Блума. То, что, как он расписал различные виды активности. Плюс я добавила нулевой уровень. Это активности ледоколы. То, что нужно для знакомства, для нетворкинга, для снятия каких-то психологических зажимов, да, при работе с незнакомым коллективом. И в левой части таблицы указаны инструменты МИРО, с помощью которых можно эти активности выполнять. Пожалуйста, изучайте вот эту вот таблицу. Можете оставлять комментарии прямо к каким-то стикерам, писать свои вопросы. Не забывайте, что можно увеличить масштаб и посмотреть какие-то элементы по отдельности. Так, только Google Doc'и. Можно ли делать общие документы с Microsoft'ом? Отличный вопрос. Сейчас я посмотрю и быстро найду на него ответ. А мне кажется, что OneDrive был среди... среди подключаемых элементов. Да, есть и доступен в бесплатной версии. Так, видим ваш тренинг, а не таблицу. Нажмите на «Мой аватар» или сейчас перенеситесь. Я нажала «Позвать вас всех на мой экран». Это как раз тоже очень удобная функция. Она доступна в платной версии, когда вы можете всех участников на доске позвать в одну точку. В бесплатной версии вы можете позвать конкретного человека. То есть если вы работаете в бесплатной версии, например, тоже занимаетесь с каким-то отдельным учеником, вы можете его позвать, пригласить в то место, где вы находитесь сейчас. Инструкция по работе с Миро на русском языке. Энтузиасты, я думаю, сделали немало таких. Есть много видеороликов по работе с Миро. Есть много интерактивных досок, в том числе на русском языке, которые объясняют, как именно работать с Миро. Одну из них я вам покажу. Так, я вижу вопрос, чем отличается от Padlet. Нет, все-таки Миро в этом плане более свободный для организации рабочего пространства. И на Миро больше инструментов. Например, есть отдельная библиотека для создания прототипов веб-страниц. Заполняемые поля, кнопки, формы, с помощью которых можно накидать такие черновики. А есть функция рисования, причем с интеллектуальным распознанием того, что именно вы нарисовали. Очень удобный поиск. В отличие от Padlet, больше настроек по доступу. Можно определить, кто доску видит, кто ее может редактировать, установить различные пароли. И в отличие от Padlet, очень-очень много как раз этих расширений и интеграций. Можно подключить большое количество сторонних сервисов и сделать доску Миро довольно функциональной. Например, у меня вот моя личная библиотека собирается связкой Evernote и Миро. Если я к записи в Evernote добавляю определенный тег, то автоматически карточка с этой статьей появляется в Миро. Как ограничить доступ студентам для удаления объектов на доске? Нужно, чтобы они могли добавлять объекты, рисовать, но не удалять чужое. Для этого нужно блокировать те элементы, которые нельзя удалять. Вы выделяете, например, какой-то стикер и на появившейся панели кликаете на значок замка. А в платной версии можно установить не просто замок, но и установить кнопку «Разблокировать этот замок» может только владелец доски. Так, вижу, появляются комментарии. Игра «Три факта». В чем ее суть? Да, две правды, одна ложь. То есть, посмотрите, как раз слева указан инструмент выделения, комментирования, голосования. А вы можете прокомментировать этот факт «Правда», это факт «Ложь». Или в платной версии включить инструмент «Голосование» и пусть участники голосуют за тот факт, который они считают неправильным. Так, я пробегу сейчас еще раз по инструментам. Основной инструмент работы с любой доской – это, естественно, стрелочка, выделение. Она работает по принципу тумблера. Когда она активна синего цвета, то вы можете редактировать элементы. Если она не активна черного цвета, то вы можете только перемещать доску. С помощью этого инструмента можно организовать любую работу, где нужно перемещать информацию. Например, собрать из каких-то блоков готовый проект. Я покажу пример немного позже. Собрать из элементов, например, из таймлайн, из уже заранее подготовленных элементов можно собрать вот такую вот хронологическую шкалу. Следующий инструмент – это текст. Как на втором слайде я показывала, точнее, на третьем, если не ошибаюсь, слайде я показывала, можно что-то написать на доске МИРО. Например, сделать упражнение «Заполни пропуски». Можно писать вопросы, можно писать ответы, просто заполнять какие-то отдельные текстовые поля. На доске МИРО этим инструментом пользуются не так часто. Обычно пользуются стикерами, потому что на стикере все-таки писать информацию удобнее, и стикер перемещать по доске МИРО удобнее и нагляднее, чем текстовый блок. Поэтому можете смотреть, что здесь не только инструмент текст используется, но и инструмент стикера. Следующие – это комментарии, которые вы уже попробовали, и голосование. Доступ в МИРО идет сразу из окна вебинара. Вы просто в вебинарную комнату подгружаете не презентацию, а доску МИРО. Обычно запись присутствует, но не всегда вебинарная комната корректно записывает то, что происходит на доске МИРО. Идет запись доски МИРО в таком состоянии, в каком она есть сейчас, но если вы в вебинар РУ приглашаете участников выполнить какие-то упражнения, как раз занимаетесь способием, то вот эта вебинарная комната не записывает. То есть саму доску она пишет, а те изменения, которые вы в ней делаете, она не записывает. Так, дальше. Следующий инструмент тоже очень-очень часто используется. Это как раз соединение с помощью стрелок. Можно соединить между собой какие-то элементы, отметить связи, например, найти соответствие между термином и его определением, попросить выделить, соединить между собой все синонимы, создать какой-то алгоритм. Дальше идет инструмент рисования. Он тоже находится в лево-вертикальной панели, или кнопка F запускается. Его недавно переработали. Можно просто рисовать что-то или выделять маркером. А можно использовать инструмент умное рисование. Когда вы рисуете какой-то предмет, а само Миро автоматически распознает его, как в Google-функции Smart Drawing. Только, конечно, лучше рисовать, не отрывая пера от бумаги. И таким образом можно получить вполне качественный и аккуратный рисунок, например, там, солнышко, полянки, зайчика, кто на что гораст. Так, дальше следующие строчки без указания инструментов, потому что можно делать по-разному. Удаление или стирание. Можно выделить элементы и удалить кнопкой Delete. Например, как вы видите, в столбце ледокола есть рандомайзер или жеребьевка. Вы можете закрыть номера жеребия стикерами. На стикерах участники пишут свое имя, затем стикер удаляется, и понятно, кому какой жеребий достается. И точно так же загрузка и скачивание. Можно загрузить файлы, как я говорила, PDF-ки их можно листать, отдельные изображения, документы из Google Doc, презентации и так далее. Также можно и скачать. Можно скачать и саму доску. В платной версии можно выгрузить доску, например, как PDF-файл или изображение с большим разрешением. В бесплатной версии, как изображение с не очень большим разрешением. Так, не вижу таблицы спикера. Давайте я еще раз перенесу сюда всех участников. Вроде бы 95 человек, почти все. Эта доска я разрабатывала для того, чтобы проводить свои собственные тренинги, придумывать свои собственные интерактивные пособия. И все-все-все разные варианты, то, что мне приходило в голову, я записывала в таблицу, сверху в столбцах голубые стикеры. Это как раз для меня подсказки, какой именно навык мы можем отработать. Если у меня, например, будет тейнг по какой-то другой теме, я просто перепишу головы и стикеры и снова пройдусь по упражнениям. Как вы видите, не все ячейки таблицы заполнены. Некоторые инструменты не очень подходят для каких-то конкретных упражнений. Или, по крайней мере, я еще не придумала вариант. Если у вас будут какие-то свои идеи, это, мне кажется, будет замечательно. Вы сможете создать собственную такую таблицу уже с теми активностями, которые подходят именно в вашем случае. Так, можно ли получить отдельно таблицу в формате PDF? Я выгружу ее в PDF и прикреплю к файлам вебинарной комнаты в конце вебинара. Хорошо? Естественно, для каждого интерактивного пособия, даже для каждого упражнения не одна ячейка таблицы подходит. Вот перед вами пример с организации нетворкинга на конференции для директоров и педагогов ATLAS. Мы на доске МИРО как раз знакомились друг с другом, и каждый заполнял свою визитку. То есть какие активности здесь использованы? Во-первых, нужно заполнить поля, написать текстом, кто вы, откуда и чем занимаетесь. Затем на стикерах мы пишем темы, которые нам интересны. То есть заполнение формы по шаблону, творческая работа, написать текст. Затем грузили аватарку или свою фотографию, то есть загрузка или скачивание файлов. А затем мы протягивали стрелки к тем коллегам, с которыми бы мы хотели познакомиться, с которыми мы явно видели, что у нас есть общие темы, с кем бы нам было бы интересно пообщаться. То есть как раз вот такая вот комбинация активности позволила в онлайне организовать нетворкинг. Это очень большая схема, поэтому я из нее прикрепила только небольшой кусок. На самом деле там просто от стрелок все ребит и довольно тяжело разбираться. Ну вот такая небольшая активность как раз позволила участникам конференции, у которых было более 50 человек, познакомиться друг с другом. Ну а сейчас я хочу показать уже вам примеры. Некоторые из них сделаны в виде скриншотов, некоторые интерактивные, и мы с вами сможем попробовать свои силы, и может быть вы придумаете какие-то свои примеры активности или сразу интерактивных пособий. Первая функция, на которую, вот, наверное, одна из самых основных, на которую сразу нужно обратить внимание, это возможность загрузить в миру изображение не просто как картинку, а разрезать его сразу на части. Функция называется Sticky Sculpture. Сейчас я выделю ее в списке маркера. Так, вот здесь вот она находится. Может быть, не сразу видна. Этот инструмент может быть скрыт среди остальных, но эта функция именно стандартная. Sticky Sculpture позволяет загрузить изображение и разрезать его на части. Например, если у вас есть какое-то учебное пособие, реальный учебник, вы можете одну из его страниц, условно говоря, сфотографировать, а еще лучше сканировать, загрузить, вот как у меня на черном фоне изображение, но загрузить именно через функцию Sticky Sculpture у вас появится отдельное окно, где миру попробует выделить границы элементов, вот так же, как это сделано на экране. Он пытается выделить границы элементов, и затем можно нажать на синюю кнопку «Добавить к доске» или включить в левом верхнем углу функцию «Конвертировать в текст». И тогда миру попробует распознать тексты, но с русскими текстами работает не очень хорошо. Так удобно загрузить, например, карточки, если есть какое-то учебное пособие с карточками. Или я видела очень много примеров из учебников английского языка, когда из обычной страницы учебника, например, по теме «Одежда», «Гардероб» делают как раз интерактивное пособие, когда каждый элемент одежды вырезается отдельно, и можно попросить учеников собрать гардероб с комментариями. Если миру выделил какую-то часть неправильно, можно два раза кликнуть на рамку, появятся управляющие точки, и вы сможете отредактировать, как именно нужно выделить фрагмент, либо удалить те фрагменты, которые вам не нужны. Получится вот примерно таким образом разрезанный файл. Можно посидеть подольше и вырезать более аккуратно, а можно даже довольно грубо вырезанные элементы оставить. Самое главное, что каждый из них можно будет взять и работать с ним можно будет по отдельности. Если конвертировать в текст, я попробовала вот этот же файл сконвертировать в текст, получается не очень хорошо, потому что текст на русском языке, Миро распознает хуже, чем текст на английском языке. Итак, стики с капчер – прекрасная функция для того, чтобы страницу учебника превратить в интерактивное пособие. Следующая функция – это возможность создания коллекции ссылок, как, например, выполнено вот здесь. Есть несколько стикеров. Каждый из них представляет собой ссылку, которая ведет либо на какой-то сайт, то есть внешняя ссылка, либо ведет на какой-то элемент внутри доски Миро. Вы можете попробовать нажать на стрелки и посмотреть, каким образом Миро будет перемещать вас внутри самой доски. Ссылка «Сайт сделан на медиа» как раз внешне, все остальные ссылки внутренние. С помощью такой коллекции ссылки можно и внутри доски Миро организовать довольно большой объем информации. Например, вот такое вот упражнение по факт-чекингу, по проверке достоверности информации о преподавателе. Или вот такой же вот вариант – интеллект-карта, скриншот интеллект-карты. И ссылки как раз ведут, мало того, что ведут на нужное место на доске Миро, а также сразу подстраивают правильный масштаб. После перехода по ссылке, чтобы вернуться обратно, можно сделать еще одну ссылку, которая будет ввести на нужный элемент. Для этого нужно кликнуть по элементу, в дополнительном меню в трех точках выбрать «Link to» или нажать сочетание клавиш «Ctrl-K» и щелкнуть на тот элемент, к которому вы хотите привязать. В презентации, которую вы можете скачать, это разобрано немного подробнее. Сейчас на интеллект-карте появилась синяя стрелка, вы на нее можете кликнуть и вернуться обратно на всю коллекцию. Обычно во время работы с пособием я обратные ссылки не делаю, мы идем только вперед, без возвращения назад, без каких-то вот таких шагов, только на следующие этапы тренинга мы переходим. Вот так организовать коллекцию ссылок порой бывает очень и очень удобно, когда у вас много информации. Можно собрать личную библиотеку, каких-то полезных материалов, полезных пособий. Можно с помощью такой коллекции ссылок организовать как раз путь по доске МИРО. Например, для каждого ученика сделать свой собственный маршрут, которым он пойдет через отдельные пункты. В этом стикере вы можете написать фамилию ученика, и он будет кликать на свой стикер и перелетать на собственное индивидуальное рабочее пространство. Например, если вы хотите сделать контрольную работу с разными вариантами действий. Сейчас я подгружу другую доску МИРО, чтобы показать вам пример как раз организации коллекции ссылок. На эту доску я потом дам уже рабочую ссылку, на которую, и она также есть в презентации, на нее вы сможете потом в дальнейшем перейти самостоятельно. Вот организованная коллекция ссылок по теме Soft Skills. Здесь перечислены по веткам навыки. И к каждому навыку есть ссылки, какие-то упражнения, задачки, пособия. Можно на эти ссылки кликать и переходить уже на сайты с материалами, со статьями. Здесь довольно большой объем информации. Как вы видите, ссылок очень много. И МИРО позволяет их хранить в таком более удобном варианте, пользоваться, а также эту коллекцию ссылок периодически дополнять. Как я уже говорила, на эту доску я ссылку для вас оставлю. Вы потом сможете погулять по ней самостоятельно, посмотреть, как это сделано и как это организовано. Так, возвращаюсь обратно на нашу основную доску. Так, проверяю, чтобы все были вместе со мной. Следующий вариант. Это организация групповой работы. Так, сейчас подожду, пока вы все присоединитесь, чтобы у нас было побольше. Я хочу сейчас дать вам как раз доступ на редактирование, чтобы вы могли посмотреть внимательно, как организована групповая работа и, возможно, самостоятельно что-то написать на стикерах. Как видите, сразу появились курсоры с вашими именами или никами подписанные. И вот здесь, на пространстве с групповой работой мы учились отличать фейки от нефейков. То есть есть какая-то новость из социальных сетей или из СМИ. И затем каждый участник вебинара пишет на стикере, считает ли она новость фейком или считает ли она новость правдивой. И почему именно так является. Затем мы смотрим все варианты, рассказываем, какой ответ правильный и почему именно так. При такой групповой работе, смотря как люди отвечают на вопросы, можно сделать очень много интересных выводов. То есть, например, люди пишут, это не фейк, потому что это авторитетное издание. Кто-то сразу идет гуглить и проверять информацию. А кто-то пишет, что это фейк, потому что я не хочу верить, что это может быть правдой. И вот групповая работа, она просто прекрасна в плане наблюдения за людьми, за тем, как они работают, как они отвечают, какое обоснование они пишут. Кроме того, когда пособие организовано так просто, фактически это картинки и стикеры, можно не бояться, что люди что-то поймут неправильно, что-то сдвинут, испортят на доске. И вот самые простые пособия хороши для тех, кто только начинает работать на доске МИРО, для того, чтобы они не переживали, не боялись и как раз смело могли экспериментировать. Можно ли узнать, где чей стикер, имя автора? Вообще есть вкладка активности, и в ней видно все действия, которые происходят на доске МИРО, и если человек зарегистрирован в МИРО, то подписано его имя. Если вы хотите, чтобы прямо с именами отображалось, то тогда лучше работать не со стикерами, а лучше работать с комментариями. То есть точно так же, как вы сейчас делаете стикеры, вы можете сделать комментарии, и на них уже будет сразу четко написано, кто этот комментарий оставил и кто на этот комментарий ответил. Так. Отлично. Как мы говорим во время вебинаров, то, что происходит в МИРО, то остается только в МИРО, поэтому всегда призываем не бояться и экспериментировать. Так, ну что ж, нагрузка более ста человек, МИРО показал себя прекрасно. Так, тем не менее, я пока доступ закрою, чтобы мельтешащие курсоры нас с вами не отвлекали. Так, у меня курсоры остались. У меня МИРО, да, не для преподавателя, у меня тарифный план «Консультант» сам по себе, только он собирается как конструктор, да, то есть там определенные функции можно подключать за дополнительную плату как конструктор, в том числе и число людей, которые работают. И вот как раз таким конструктором собрана более удобная для нас конфигурация. Так. Все, кто потерялся, следуйте дальше за мной. В следующем фрейме я показываю пример «Настольная игра». Это перенос в МИРО тех активностей, которые мы проводим в офлайне. Очень много слов сейчас говорится о геймификации, о том, как перенести элементы игры в наш мир. И вот здесь вот у меня как раз на одной из доски собран набор для ролевой настольной игры, для авантюрных приключений. Это вариант такой игры для детей лет от 80. И здесь как раз вот собраны статус персонажей после прохождения очередного приключения, да. В любые ролевые настольные игры легко ложится и преподавательская учебная активность, да, когда они могут получать какие-то задания, выполнять их и получать новый опыт, получать новые уровни, получать какие-то предметы для инвентаря. И как раз для меня удобным вариантом, я перепробовала много разных, оказалось, миро, куда можно подгрузить и картинки, какие-то служебные элементы сделать. И если основные материалы на английском языке, я просто сверху делаю текстовое поле и пишу перевод на русский. То есть карточка сама на английском языке, а сверху просто текст с белым фоном, на котором написан перевод. Очень и очень удобный оказался вариант. Точно так же, как и вот такая ролевая игра, сюда легко переносятся и обычные настольные игры, даже в формате Kindwin, да, где игровое поле и кубик. Кубик можно кидать либо в реале, либо можно вставлять гифкой, так же, как мы делаем в некоторых презентациях, либо есть расширение, оно неофициальное, для подключения кубика в миро, но оно работает только в веб-версии, в программе, в скачанном дестопом приложении этот кубик, к сожалению, не работает. Так что большую часть настольных игр можно сюда перенести, особенно если вы возьмете файл для печати и прогоните его через функцию стики-капчера, о которой я говорила первой. Пример с групповой работой я вам показывала. Это пример уже с индивидуальной работой. Точно так же мы берем те артефакты, те предметы, с которыми мы работаем на реальном оффлайновом тренинге. В моем случае это набор карточек. Для участников было задание выбрать из 15 карточек несколько, с помощью которых составить презентацию конкретного человека. У нас карточки, посвященные Шварценеггеру, и участник, который работал на этом индивидуальном пространстве, выбрал задачу презентовать ученикам, школьникам Шварценеггера как пример для подражания. И получилась доска с лозунгом «Будь как Шварценеггер, стань президентом». Здесь как раз показан его путь, его достижения, которые как раз закончились тем, что на президентских выборах он набрал довольно большое количество голосов, хотя президентом США он так и не стал. Это уже индивидуальная работа. Для каждого ученика в данном случае создается отдельное рабочее пространство, где он уже работает вне зависимости от остальных учеников или участников вебинара. Это удобно, когда работа более сложна. То есть здесь нужно не просто добавить стикеры, а изучить большое количество информации, отсортировать и выставить в определенном порядке. Чем проще работа, тем лучше она подходит для групповой работы на доске Меру, чем сложнее процесс работы с активностями, тем лучше выбирать именно варианты для индивидуальной работы, делать отдельное индивидуальное рабочее пространство. И еще один пример переноса из оффлайна. Здесь тоже карточки. Если они замылены, то надо увеличить масштаб и подождать, пока Мерок нормально подгрузит изображение. Тоже работа с карточками. Тоже больше подходит индивидуально. Для каждого ученика я копирую этот набор карточек. И задача здесь очень проста. Выстроить как раз вот эти вот карточки в правильном хронологическом порядке. То есть самый простой вариант – это как раз вот дать различные этапы и попросить выстроить в хронологическом порядке. Можно предложить сделать какие-то комментарии. Почему вы считаете именно таким образом? Комментариями или на стикерах, как я уже показывала. После того, как участники справляются с задачей выстроить в хронологическом порядке, мы просим сделать перевод. То есть добавляем на его индивидуальное рабочее пространство стикер с текстом, например, с текстом бумажного письма, и просим перевести его на язык, например, официального сообщения по электронной почте. Или наоборот. Берем запись телефонного разговора и просим перевести в формат пиктографического послания. Таким образом мы можем разделить работу на несколько этапов. То есть не сгрузить сразу весь массив информации, а постепенно добавлять новые и новые задачи. Когда я работаю на платном тарифе, это можно сделать, скрыв часть информации вот так вот, как вы сейчас видите на доске. Просто часть информации скрывается и открывается тогда, когда нужно. На бесплатном тарифе можно просто на соседней доске заготовить карточки, заготовить рабочее пространство и в нужное время просто скопировать и вставить уже в индивидуальное или групповое рабочее пространство. Как бы и тот, и тот вариант довольно удобен. Miro позволяет очень быстро и легко копировать и вставлять сразу прямо большие, сразу готовые элементы. Не по отдельности вставлять карточки, а прямо вставлять вот такими вот рамками, фреймами для работы. Ну и, наконец, те ссылки, которые я обещала. Первая ссылка на желтом стикере – это доска Miro для тренировки на доске Miro. Это пространство, на котором можно как раз поэкспериментировать, потренировать основные функции. Голубая ссылка ведет как раз на коллекцию ссылок по софт-скиллам. Все это продублировано, естественно, в той презентации, которую вы можете скачать. И на фиолетовом стикере – календарь с расписанием вебинаров, который мы ведем на доске Miro. Вы можете подключиться к интересному для вас вебинару и посмотреть как раз, как организована групповая работа во время вебинара, когда мы все можем редактировать, попробовать, экспериментировать и пробовать. Сейчас я подгружу доску, которая находится на желтом стикере, потренироваться работать на доске Miro и покажу, как она выглядит. Это как раз тот вариант, когда одна доска – это одно рабочее пособие. Как вы видите, она в режиме для редактирования. Здесь лисички рассказывают о том, что можно делать на доске Miro и предлагают несложные задания, с помощью которых вы можете потренироваться. Переходите по ссылке, тренируйтесь сами, скидывайте тем, кого вы хотите научить работать в доске Miro. По-моему, это как раз прекрасный вариант для того, чтобы научиться и понять, как работают основные функции. И еще одну доску Miro я хотела бы показать в качестве примера. Она предназначена не для редактирования, она как раз предназначена для просмотра. И это тот вариант, который, например, подходит для библиотек, для учреждений культуры. Это виртуальная выставка, организованная на доске Miro. Все ученики, все участники этой виртуальной выставки снимают видеоролик, он загружается на YouTube, и уже с YouTube вставляется ссылка. В чем прелесть вот такой виртуальной выставки? В том, что если даже сейчас все 100 человек начнут смотреть ролики, вы мешать друг другу не будете. Каждый ролик открывается индивидуально. Я не буду видеть этот ролик, который вы просматриваете. А значит, вы не будете друг другу мешать. Можно в любом порядке совершенно спокойно просмотреть вот эти вот ссылки. То есть это вариант с роликами с YouTube. Точно так же можно организовать такую выставку с другими встраиваемыми элементами. Есть прямо отдельная функция, которая позволяет встроить код, а так же, как, например, вставляете на сайты таймлайны, вставляете интерактивные карты, и вы можете собрать такую же виртуальную интерактивную выставку, например, карт, или виртуальную выставку таймлайнов по какой-то теме. Это очень хороший вариант для того, чтобы презентовать работу учеников или работу сотрудников. И вот, как вы видите, по оформлению можно интересно оформить в Миро уже тематически. Само рабочее пространство Миро, оно такого нейтрального серого цвета. Но вот если вы уменьшите масштаб и подвигаете доску в сторону, вы увидите, что вот этот глубокий синий цвет – это просто нарисованный прямоугольник, он просто-напросто нарисован очень и очень большим, а в центре прямоугольника лежит изображение со звездами и с галактиками для того, чтобы сделать доску еще более симпатичной. Снежинки – это тоже вот как раз украшения в формате PDF добавленные. То есть вот такой вот вариант. Карточки, куда вставлены видеоролики – это тоже рисунки в формате PNG, просто их вставлено очень и очень много. Что ж, я возвращаюсь обратно на ту доску, с которой мы с вами работали сейчас. Вы можете задавать свои вопросы. А я сейчас для вас выгружу таблицу в формате PDF и прикреплю ее к материалам. Так, тут чей-то комментарий с вопросами про игру «Три факта» я удалю, чтобы он не мешался. Да, снежинки не то, что вставляла по одной, есть прямо в миров встроенный иконфайн, так, набор иконок. Там можно, я просто послала снежинки, в Snowflake искала изображение и просто их как иконки добавляла. Но вообще, если вы, например, скачаете набор снежинок на компьютер, вы можете выделить сразу несколько файлов и перетащить их в доску Миро. Пакетная загрузка тоже поддерживается. Продолжение следует... Так, я сконвертировала, но крутится очень долго. Видимо, все-таки нас очень много сейчас находится в вебинарной комнате. Продолжение следует... Так, какие еще вопросы? Тренинги по Миро, там все, которые относятся к теме soft skills. Фактически мы в Миро ведем все, кроме онлайн-реалити. То есть его мы ведем в другой системе. Так, делимся с коллегами PDF. Я добавила файл, он называется «Делимся с коллегами». Это PDF как раз с изображением вот этой вот таблицы. Я не думаю, что она редактируемая, но, по крайней мере, посмотреть и разобраться, что именно там происходит, можно. В правом верхнем углу значок страницы с задатым уголком. Это материалы вебинара. Напоминаю, что там есть презентация. Она выглядит немножко не так, как то, что я вам сейчас показывала. И там есть несколько других примеров. И сам PDF с таблицей. Я буду рада, если вам эта таблица кажется полезной. И еще лучше, если вы сможете ее дополнить. И, например, мне вот сюда вот на почту, которая указана на экране, можете присылать свои идеи и свои варианты. Да, про календарь «Сила медиа». Не тренинг по МИРО, а тренинги с использованием МИРО. То есть мы не учим, как работать в МИРО. Для этого очень много других вебинаров, пособий, курсов. И мы только показываем возможности. Но вот стать участником тренинга на основе МИРО, попробовать себя в роли ученика, иногда это очень полезно побывать по ту сторону. Спасибо вам. По-моему, получилось замечательно. И с МИРО, все те, кто раньше не работают, справились прекрасно. Это здорово, что у вас появляются новые идеи, новые возможности. В любой момент вы можете обратиться ко мне, написать о своих идеях, написать о своих вопросах. Я всегда рада пообщаться с вами и вне рамок нашего вебинара. Ну что ж, я передаю тогда слово Павлу Юрьевичу. И желаю вам хорошего дня.